Привет! Это Камчатка с Александром Петровым, и мы продолжаем наши еженедельные выпуски рубрики «Камчатка. День за днём», рассказывающие о том, как жил наш полуостров в различные годы века Минушина. Эти выпуски основаны на старых документах и не менее старых публикациях газет до советского и советского фильмов. И, Боже, вас сохрани! Не читайте до обеда советских газет. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Однако сегодняшний еженедельный выпуск будет не еженедельный. Он будет большим по времени, большим по объёму, потому что из-за запаздывания этих выпусков рубрики «Камчатка. День за днём» я отстал на месте. Поэтому сегодня мы узнаем о том, что происходило на нашем полуострове с 6 августа до самого последнего дня, последнего месяца лета, в разные годы века Винувшего. Набирайтесь терпения, усаживайтесь поудобнее и слушайте. Кстати, напомню, что «ща» значит «щаранской», «совестливость», «рукопожатность», «энтеллигентность». Левна Танавича Ранской, генеральный секретарь КПСР, креативная партия «Свободы совести», величайший правозащитник всех времён и народов. А мы приступаем к нашим увлекательным коробедческим изысканиям. Шестой день августа 1941 года. Только-только началась Великая Отечественная война. Газета «Камчатская правда» сообщает, что колхозники рыболовецких артелей «Октябрь», пионер Запада, 1 мая Большевицкого района, проникнули чувством патриотической любви к своей родине, вносят в фонд обороны трудовые средства, чтобы ускорить гибель оголтелого врага, фашистов. Рыбаки колхоза «Октябрь», пишет газета, передали в фонд обороны первой у логу лососёвые рыбы 350 центнеров, а также внесли двух дневных заработок. 250 центнеров рыбы и 10 тысяч рублей деньгами внесли колхозы артелей пионер Запада. 300 центнеров рыбы сдали в фонд обороны рыбаки колхоза 1 мая. Колхозник села Соболева, Тихон Николаевич Ломан, полудивший подополнительное платье труда 8 поросят 4 передах фонд обороны. День следующий. Нет, тот же самый день. То же самое 6 августа. Только уже год, 1966 год. Газета «Камчатская правда» сообщает, что Камчатка – седьмая область Российской Федерации, в которой полностью автоматизирована телефонная связь. Такое сообщение, пишет газета, поступит дней через 15. А пока в Усть-Камчатске идет монтаж автоматической телефонной станции на 300 оппонентных номеров. Монтаж. Ведут работник Петропавловской дирекции радиотрансляционной сети Валерий Владимирович Кузьмин, техник Елизовского узла связи Юрий Арнольдович Менглан, работник Усть-Камчатского узла связи Владимир Иванович Кулаков. «Перед небольшим коллективом специалистов была поставлена ответственная задача», пишет Камчатская правда, «в рекордно короткий срок за два месяца установить АТС». Это задание успешно выполняется. С вводом АТС в Усть-Камчатской будет завершена автоматизация телефонной связи в нашей области. Кстати, я напомню, что с полными текстами газетных публикаций вы можете познакомиться на моем канале сервиса «Яндекс.Ц». Ссылка на канал находится в описании под роликом. Канал так и называется, как канал моего любви. «Камчатка с Александром». А мы продолжаем чтение. 6 августа 1966 года. Газета Мария Павлович сообщает о лекциях на разные темы. За последнее время на предприятиях и в организациях нашего управления прочитаны лекции на различные темы. «Человек в космическом пространстве» – такова тема лекции инженера технического отдела управления члена общества знания товарища Гусева. С интересной лекцией о международном положении выстрел перед работниками управления флотом член общества знания товарища Голобкова. Детская преступность, ее причины и борьба с миром – лекцию на эту тему прочла работникам конторы «Дортбол Франс» юлис товарища Гелина. Работники экспедиционного отряда аварийно-спасателей, посудоподъемных и подводно-технических работ с интересом прослушали лекцию товарища Голина о порядке применения льгот на Крайнем Севере, пишет газета «Маляк Горчат». Прокурор города товарищ Голобков выступил перед рабочей механической мастерской Петропавловского морского порта с лекцией борьба с пьянством и хулиганством. День следующий. Седьмой день июля, год 1942-й, газета «Камчатская правда». Сообщали, что домохозяйки Петропавловска продолжают оказывать всемирную помощь фронту, активно участвуя в сборе теплой одежды для героической Красной Армии. Подписываются на билеты денежно-пищевой батареи. Неоднократно оказывала материальную помощь фронту домохозяйка Анна Емельяновна Супунова, проживающая по набережной улице, дом номер 60. Всякий раз, как только проходит какое-либо общественное мероприятие, направленное на оказание помощи фронту, Анна Емельяновна считает своим долгом участвовать в доме. Помочь фронту пишет «Камчатская правда». Восьмой день, август, 37-й год, века не прошла. Та же самая главная газета «Погоострова» сообщает, что парашютная вышка готова. Год тому назад, пишет газета, «Петропавловская молодежь предъявила к аэроклубу справедливое требование построить в областном центре парашютную вышку». Требование было удовлетворено. Вместе с парком культуры и отдыха, союза рыбников, аэроклуб вскоре приступил к строительству первой на Камчатке вышки. 1 августа текущего года состоялось открытие вышки сообщенного газета. В присутствии многочисленных зрителей свыше прыгали один за другим, начинающие парашютисты. Из 46 прыжков, совершенных в тот день, значительная часть приходится на девушек. Продолжаем наше знакомство с днями минувших лет. 9-й день августа, год 1944. Автор Королевиков пишет в «Камчатской празднике», что после капитального ремонта на базе Махавая вступил в эксплуатацию консервный цех. Цех выпускает закусочные рыбные консервы, жареная лосось и навага масля и треска в домате. В цехе работают исключительно женщины. Уже выпущены первые десятки ящиков закусочных консервов. День следующий, 10 августа 1939 год. На обработке рыбы работают 50 домохозяек. Так, озаглавлено сообщение, перенанное в редакцию по телеграфу спирщика. По примеру, советожон инженерно-технических работников центральной базы комбината. На первой базе Кирчинского комбината домохозяйки принимают активное участие в выполнении плана путины. На резке и мойке рыбы работают 50 домохозяек, пишет «Камчатская правда». Все они передуполняют норму выработки, помогают вновь прибывшим рабочим осваивать технику обработки рыбы. 11 августа 1956 года. Сообщение из ключей. Камчатский облдрамтеатр показал трудящимся рабочего поселка, где сын в добрый час, ленчики и в сиреневом саду. Состоялось 9 спектаклей. Зрители горячо обували игру артистов. Особенно понравилась зрителям игра артистов товарищей Соловьевой, Абазовьевой, Петерьевой, Казанцева, Абрамова, Локтионова, Родионова. На лобе жирующая сельника. Так называется заметка, опубликованная 12 августа 1959 года в газете «Корягский коммунист». Кстати, эта газета выходит до сих пор в Паване, в столице «Корягского оборота». Только сейчас она называется «Народовластей». Артель Сталинец Алюторского района пишет газета «Корягский коммунизм». Небольшое рыболовецкое хозяйство, но в колхозе имеется три малых рыболовных сельника. Беспощадный, Бердянск, Быстрый. Сейчас экипажи судов, возглавляемые капитанами товарищем Марышевым, Красюковым и Лузин, ведут активно и ловжирующие сельники. Между командами развернулось социалистическое соревнование за досочное выполнение обязательств первого года семи лета. Первые недели промысла пишет газета «Корягский коммунист». Принесли неплохие успехи. Лучшие результаты у рыбаков беспощадного. На их счету 1300 центнеров рыбы. С каждым днем колхозные рыбаки наращивают демпы промысла. 13-й день августа 1917-й год газета «Камчатский листок» публикует объявление. Фотография Калмакова сил извещают, что им получены открытки, фототипы местных видов. Продаются в магазинах и фотографии по 12 копеек за штуку. День следующий 14-й день августа 1917-го года. Это уже мы знакомимся не с газетными публикациями, а с документом, с протоколом заседания Петропавловского областного комитета. Заслушаны. Первое. Заявление учителя из Камчатской школы с просьбой передать училищу, находящийся в доме бывшего губернатора, граммофон с плосинками. Ввиду неопределенности положения имущества, приобретенного для дома губернатора, вопрос оставить открытым. Пункт четвертый. Заявление начальника милиции Чикотского полуострова Попова с просьбой разрешить ему группировать местных торговцев по тем пунктам, где он найдет это более удобным, чтобы таким образом следить за их деятельностью. Совет решил сообщить Попову, что для группировки торгующих в определенных пунктах нет законных оснований, что практически это не выполнено. Со злоупотреблением и торговцам необходимо бороться законными средствами. Почему Чикотко спросите вы? Я открою вам этот страшный секрет, потому что знаю, вы ничего не соображаете об административно-территориальном делении существа вашем в Российской империи, в Советском Союзе, и ничего не знаете об административно-территориальном делении нынешней ресурсной федерации. До 56-го года прошлого века Чикотко входило в состав Камчатской области. День следующий, 15 августа 1943-го года газета Камчатская «Правда» публикует статью секретаря Алиутского райкома ВКП Егошина «Морские котики». Егошин пишет основное богатство командора котики. Привал котиков на острове начинается обычно около середины мая. Они массами занимают определенные участки берега размножаются здесь и осенью снова уходят на юг. Котиковый промысел, пишет секретарь, райкового КПП, состоит из оцепления, отгона и забоя зверя, а также обработки и консервирования шута. Промысел начинается после полного заполнения одежды. Начало отгона и забоя зверя определяется опытной промышленностью. Алиуты имеют богатый опыт организации промышленности. За время Отечественной войны они уже третий раз промышляют зверя и всегда перевыполняют план. И завершает свою большую статью секретарь Алиутского райкома КПБ Егошин следующий основатель. В результате фронтовой работы коллектива зверосовхоза страна получает высококачественную душу и камчатское золото. Жители Командорских островов честно выполняют приказ товарища Сталина Туфу. Туфу. Трудятся не покладая рунды, бывая с высокого муха до пушнины и хорошего ее качества. В этом трудящие с Алиуты видят свою помощь Красной Армии в борьбе против немецком фашистских банк. Опять документ. Обязательное постановление Камчатского областного продовольственного комитета 16 августа 1917 года. Продовольственный комитет установил следующие цены на рыбу по городу Петропавловску на 17-й год впредь изменения. Первое. За одну штуку свежей рыбы Красной, Кижицы и Хайко при розничной продаже не дороже 40 копеек. Второе. За одну штуку горпуши не дороже 10 копеек. За неисполнение всего обязательного постановления виновные подвергаются ответственности по 29-й статье установления о наказаниях, налагаемых мировыми судьями в редакции постановлений вредитного правительства от 17 марта 1917 года. Подписал это обязательное постановление председатель продовольственного комитета Прожеву Сте. 16-й день августа 1936 года. Назерокомчатская правда в заменке 70 километров прошли в противогазах пишет, что группа работников порта в составе грузчика Лоскутова, пожарника Попова, моториста Ликифорова и Гусева под командой кандидатов члены партии товарища Лоскутова 14 августа в 9 часов утра вышли в селение Хунтер в противогазах. 35-ти километровое расстояние ими было покрыто в 7 часов. Если не считать незначительной заменки, происшедший изгустивый переход прошел исключительно хорошо. Никто не снимал противогаз и не жаловался на плохое физическое состояние. Это сугубая глупость. осуществлять многокилометровые переходы в противогазах. Хотя, собственно говоря, что умного вы могли ожидать от советской эпохи, в которой человек был расходным материалом? Болваны, слабаки, педерасы! Правильно в свое время написал Эдмунд Янковской. И захлопала железная когорта, люди винтики, шурупы и болты, пенсионное говно второго сорта, ветераны из конвоя воркуты. А мы продолжаем наше чтение. 17 августа 1935 года газета «Камчатская правда» сообщила о экспедиции «Наркомзема СССР» в Карякском округе. Начальник экспедиции «Наркомзема СССР» по земле и водорустройству Пенжинского и Лютерского районов Карякского округа товарищ Арельской в беседе с нашим сотрудником пишет газета поделился итогами трехгодичной работы экспедиции. Основной задачей нашей экспедиции говорит товарищ Арельской была проработка с возможно большей массой населения проектов распределения хозяйственных угодий. Проекты были составлены с расчетом дальней большей возможности для беспрепятственного развития основных отраслей хозяйственных населения а также создать предпосылки для разворота второстепенных обраслей чтобы увеличить товарность хозяйств и обеспечить более высокую культурную зажимов служить национального населения. Что вы поняли из этого убогого большинцко-канцелярского слэпля? Наверняка ровным счетом ничего. Впрочем, как я уже говорил, с полным текстом всех рассмотренных газетных публикаций вы можете познакомиться на моем канале Яндекс.Дзен по ссылке в описании. 18-й день августа год 37-й вековинувший газета Камчатская Правда публикует статью пилота 2-го класса Жиганова летать круглые годы. Самолеты стальные птицы впервые прибывшие на Камчатку несколько лет тому назад быстро прижились к местным условиям которые долгое время считались неблагоприятными для полета. Сейчас уже трудно найти более или менее крупные населенные публики где не бывали самолеты. Стальные птицы были в бухте Ложных Вестей на острове Карабинском, в Карабинской бухте, в Кичике, Усть-Камчатске, Жупаново, Ключах, Козыренске, Верхнекамчатске, во всех комбинатах расположенных на берегу Охотского моря самолеты облетели вдоль и поперек весь Чиконский полуостров. Рокот самолета слыхал аут самолет встречали и алиуты. Лет десять тому назад, пишет пилот второго класса Жигану, у берегов Командорских островов хотел опуститься английское летчик, но он в дребезги разбился. С тех пор остров приобрел славы не досягали могут для самолета. В прошлом году мне удалось опровергнуть это и доказать, что Командорские острова вполне могут принимать самолеты. Рад я, что дожил до этого времени. А мы продолжаем читать старые газеты. 19 августа Год 1959 Камчанская правда пишет о редком экземпляре Гориса. Круто годово. Во время одного из Притании бригада закиднула невода товарища Нуртазина из колхоза ударник Соболевского района поймала необычно крупный экземпляр Гориса. Он оказался весом 4 килограмма 600 граммов и длиной 67 сантиметров. В то время как обычный средний вес Гориса составляет 300-400 граммов. День следующий 20 день августа 1940 год газета Камчанская правда в заметке паночки без крышек переданы по радио из Микояновска Микояновска это нынешняя архиадовская пишет пароход счет разгрузил 25 тысяч ящиков паночек но крышек оказалось только на 3000 ящиков непонятно как грузили на паночки в авгрии дирекция комбината запросила управление треста аку крышки доставить на самолете однако погода стоит плохой и вряд ли самолет скоро приедет 21 день августа 1968 год газета авгриюнская звезда до сих пор кстати выходящая на острове Белинга публикуется метку Гаи 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 Ясна которую нельзя не прочитать полностью восхищаясь всей голубой цветистостью ее стиля с тех пор как грешник Прометей украл огонь у Бога и отдал его людям люди изобрели многое в том числе и электричество тоже своего рода огонь и только лишь своенравный командорский ветер пригонит к острову серые облака и забыв открыть для близира одну две звезды над Никольским повисает желто-белые электрические поворот рубильника и село оживает исполняющие обязанности начальника электростанции Кутиков рассказывали штат электрика у нас теперь полный не хватает лишь мотористов в настоящее время мы ведем подготовку замены силовой линии на зверокухне уже провели капитальный ремонт генератора и двигателя на 125 киловатт 22 августа 1936 года нет пощады врагам народа пишет Камчатская правда как только на строительстве судоремонтного завода была получена Камчатская правда сообщением прокуратуры СССР о Трац из Казиновьевском блоке по всем цехам строительства состоялись массовые митинги трудящихся на митингах трудящиеся выражали в своих выступлениях глубочайшее возмущение деятельностью белоквартии с ним сообщества рабочая электроцеха и механической мастерской трудящиеся транспортного отдела монтажники цехов первой очереди рабочая жилучаст рабочее строительство баношной фабрики все объединились в чувстве гнева и возмущения высказанных ими в принятых резолюциях эти звери готовили новые террористические акты на наших любимых вождей партии правительства и в особенности на нашего друга отца и учителя любимого всеми трудящимися товарища Сталина говорится в решениях трудящихся стройки но их подлые расчеты оказались биты нет и не может быть пощады не может быть снисхождения для врагов народа пытающихся отнять у народа его вождей иншаллах мы требуем от органов революционной законности применения к этим подобным человечества высшей меры наказания вот такую вот любовь крови картавые большевистские выходки из местечек воспитали в своем советском Советскому народу. А мы продолжаем наше чтение. 23 августа 1978 года. Опять газета «Аллиутская звезда». Поклониться командору. Называется статья. В минувшую пятницу многие жители Никольского были свидетелями редкого зрелища. В нашу бухту входил парусный корабль. Ну, предположим, небольшую яхту типа «Фолькбот» трудно назвать кораблем. Тем не менее, два горьких белых паруса удостоверяли, что плавательный аппарат движется за счет ветра. Кто же отважился на столь отважные многомильные путешествия под парусом? И какова цель на их отдал? Спрашивает газета «Аллиутская звезда» и сама же отвечает. В экипаже всего три человека. Капитан В.Виктор Петрович Потапенко, начальник Камчатской базы «Трава Глот-Морь». Другие члены. Инженер базы Игорь Устинович Поляков и корреспондент «Рыбацкой газеты» за высокие уловы Александр Протасенко. Я, кстати, скажу несколько слов об упомянутом Викторе Петровиче Потапенко, который впоследствии стал генеральным директором объединения Камчатской базы «Рыброва». Как-то не задал бы до своей смерти Виктор Петрович рассказал мне совершенно замечательную историю о том, как в 1951 году он, 19-ти лет, на Вильботе, оснащенном односильным американским мотором, выпущенном в 20-е годы, на Вильботе, на этом самом с односильным мотором, прошел от поланы, спустился через мыс-лопатку и пришел в Петропавловск в одиночье. Продолжаем наше чтение. 24 августа 1990 года. Газета «Известия» сообщает о восхождении на Овачинскую сотку. 16 августа сего года, пишет газета, инспектор училища Новограмова, инженер Магаринской и чех-экономист Урбанчик совершили восхождение на кратере Овачинской сотки в высототном уровне моря 8730 пунктов. Это уже второе в этом году восхождение, пишет газета «Известия». Первое восхождение сделали члены шведской наручной экспедиции Эрик и Аэнси Хольдены 4 августа сего года. Новограммиров и его спутники поднимались на вулкан с пяти часов утра до двух часов дня, а то же с девять часов. На вершине вулкана они пробыли два часа, назад спускались к палаткам и подножиям в течение четырех часов. Когда они поднимались наверх, внизу шел дождик, вверху падал снег, которого выпало на полтора сантиметра. Подъем был совершен в самом неприступном месте с головокружительной грудиной. Зелющими пропастями и обрывами долго поднимались по льду. Наверху дудорецкий ветер, на солнце термометр офицерсия показывал один градус тепла. Кратер-2. Новый, после извержения 1909 года, имбрежь. Очевидное извержение 1894 года. День следующий, 25-й день августа. Газета «Кареговский коммунист» 1984 год. Газета сообщает, что в сельском доме культуры села Ваянболга состоялся вечер-портрет. Он был посвящен ветерану труда, киномеханику Ивану Пьевичу Кокаулину, отдавшему делу пропаганды советского киноискусства 36 лет. Его трудовая биография началась в 15 лет, пишет газета в районной киносети. Вот уже 20 лет он обслуживает военно-портрет. День следующий, 26 августа 1972 год. Газета «Моряк Камчатки» публикует стихотворение второго помощника капитана танкера Ичи Щипакина. «Мы граждане своей страны, и наша жизнь — большая ценность, Когда для Родины она, когда вся ей посвящена. Ты можешь быть моряк, солдат или рабочий, врач, ученый. Другой благороден твой и святой, коль он отчизне посвященный. Мы граждане своей страны, для нас била отчизны святой, Великой Родины сыны, великой партии солдат». Вот такие у нас были на Камчатке советские поэты. Судьба его наказала. 27 августа 1937 года. Камчатская правда пишет, что горячие ключи близ села Начики Пользуются большой популярностью среди трудящихся города и колхозников окрестных сел. Сомнений в том, что эти ключи обладают целебными свойствами, нет никаких. Это обстоятельство создают постоянный притом купальщика. Для купающихся пишет галета. Устроена деревянная ванна по специальным срубам, подведена горячая и холодная вода. Людей в ванне за день бывает много. Среди них есть и здоровые, есть и больные, но все они моются в одной и той же ванне, даже не продавая ее. 28 августа 1919 года. Газета «Камчатская Вестник» публикует объявление. Контора уполномоченного, министра снабжения и продовольствия в Камчатской области просит трудовые артели отдельных лиц, занимающихся приготовлением балыков и югал, сдавать таковые в Петропавловскую продовольственную лавку. Этим вы дадите возможность населению покупать приготовляемый вами продукт по доступной цене и не переплачивать за минуты несколько раз дороже. Объявление подписали временно исполняющие обязанности уполномоченного Кодырева и заведующие отделом Санинской. 29-й день августа 1938 года. «Камчатская правда» призывает завершить строительство ветряхивницы в Мильково. Строительство ветеринарной лечебницы в Мильковском районе, пишет газета, ведется с 1934 года, но до сих пор не закончено. Здание стоит без корыжей. Для полного окончания строительства нужны гвозди, железо, стекло, печные приборы, кирпич. Все эти материалы могли бы быть давно в районе. Если бы своевременно была дана заявка, 9 тысяч штук кирпича может быть изготовлено на месте. Необходимо принять срочные меры и не допустить затяжки строительства. Дальше кирпича еще на год нужно 50 тысяч рублей для полного окончания всех работ. 16 тысяч 300 рублей должен дать облздрав. Так как это сумма не застегнуваний на ветрячие кирпичу из расхода на строительство ветеринарной лечебницы в Мильково. 30-й день августа 1941 года. «Камчатская правда». Рига до товарища Неустроева хорошо проводит сбор ягод для окончания торта. План сбора жимовости уже значительный период упал. Заготовленная продукция засахарена, но отстает было с корилл города. Надо этот недостаток устранить, пишет автор заметки Шахмадон Ксави. Эта заметка передана по телефону из Николаевки. Наконец-то вы узнали правду. 31 августа, последний день лета 1969 года. Казета «За высокие уголы», впоследствии ставшая рыбаком Камчатки. В заметке Фадеева, называющейся в пухте Беринга, сообщает, что оживленно в эти дни на плавбазе советская Камчатка не успела от борта отшвартоваться плавбаза Чукотка. Ее место заняло 50 лет октября. У дорогого борта стоят «Космос» и «Раздол». 26 августа экипаж советской Камчатки обслужил правом веры «Коши-Гочек», «Кавачик», «Клинчук» и другие СРТ. Однако очередь не убывает бочка и соль. Промысловое снаряжение так необходимо сейчас на Сельдиной Путине. К услугам рыбаков и магазины плавбаз, пополнившиеся товарами. Закончен сегодняшний большой выпуск рубрики «Камчатка. День за днем». В ней было рассказано о том, что происходило на полуострове с 6 августа до конца последнего летнего месяца. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится узнавать, что творилось на нашем полуострове в разные годы веками Нуршина, пишите комментарии. Если вы здесь впервые, то выполните рекомендации по этой подсказке в правом верхнем углу экрана для того, чтобы не пропустить новые лампины на канале. До свидания.